Я сначала хочу прочитать вам наше поздравление от Ялтинского общества литературного имени Антона Павловича Чехова. Руководитель Тамары Егоровой, она приболела. Анатолий Яковлевич Чайко пленяет яркими стихами о любви, хотя иногда и с меланхолическим комментарием, что это, мол, из архива. Уроженец Харьковщины так очарован Ялтой, что предстоит в своих стихах ялтинцам. Грустит от детства и мамино-балфованием. Горюет, когда на глазах рвется то, что казалось неразрывным. Пишет на двух языках, как на родных. Переводит с одного родного на другой. Родной. Родной. Вопреки мнению, а вы об обычае поэта, вспоминайте Кедрина, с легким сердцем отдает дань посвящения собратьям папиру и солнцу нашей поэзии, и серебряному веку, и современникам. Давно потерял счет, призам, премиям, лауреатствам и прочим наградам. Дорогой друг, так дорогой, бесценный, любимый Анатолий Яковлевич, поздравляем с высоким юбилеем. Спасибо вам за ваши стихи, за то, что мы столько лет вместе. И дай Бог нам еще долго встречаться на занятиях нашего литературного общества имени Анатолия Павловича. Будьте здоровы и счастливы и в семье, и в друзьях, и радуйте нас новыми замечательными стихами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А еще один будет читать. Я еще буду его снижать. Мы с ним родились день за днем. Я 18-го века, а он 19-го. Весна нам благоволит, и мы в ответ любим весну. Да. Да. И я прочитаю его стихотворение весеннее об одуванчиков. Моя любимая. Люблю я одуванчики недаром. Как часто юный солнечный цветок Цветет тебе вдоль пыльных тротуаров И у земных проселочных дорог Он с ароматом дивного гектара Весной и солнцем трепетно храним. А в звелости модель земного шара Напоминает куполам своим. Он пеленец весенней карусели И не уступит пеленства другим. Когда апрель являет акварельем, И мир чарует тоном золотым. Мальчишка, что любви еще не знает, Все на душу тревожно и светло, А девочка веночком украшает Своё такое юное чело. А здесь своё весенье. Нет, святая сирень, постой! Гори, сиреневая пламя, Мне больно, ведь я пустую Тебя оплакивать стихами. Весенним юном блеске дня Тебе спешу тропинкой росной, Пьянят и радуют меня Твои трепещущие грозди. Так мало радости земной С гагами остаётся с нами. Не отцветай, сирень, постой! Гори, сиреневая пламя! Спасибо! Спасибо! Это моя римма Чарпайва. Подождите, друзья. Ещё маленькую секундочку. Ему на юбилей специально. Человек ты необычный, Не такой, как все. Мерить мерою привычной Не твоё совсем. Ты доверчиво, послушно Внял слова у Христа. Быть, как дети, простодушным, Будет жизнь чиста. Правду молоку, без остатка, Говоришь в лицо. Тем от этого не сладко, Кто таит гнильцо. И стихи твои, как дети, Искренни, просты. Пенье птицы на рассвете. Гибли красоты. Чайка связывает его с его фамилией, Показали Чайку, А я его называю Крымским соловьёком. Показали. Показали. Учитель на словнице Показали, открываем на словах, Розковни песни на стихи Чайке. Шенок Февраль. Розковни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 трепетно у входа в строку, и окунаешь с головой в стихию слов, в стихию слов, где образ свежий светел, где так строка беседует со мной, как с небом разговаривают дети. И в этот час, в ночь на краю, где тайна пробуждения, как милость, я, может быть, осаду пропою той девушке, что так и не приснился. Эти стихи очень по его душе. Он пишет срогые стихи довольно-таки. Ладно, я тоже этой же девушке. Это так тоже, миленькая. Он просил вот что-нибудь про любовь. Мы не блин, как мир тишины, в рай полей, что зерном раззолочено. Видно, времени мы решены пить рассвет, и озер намолочены, ширине вылажать во всю грудь, чтоб с душой семнадцатилетних на безумство любви посетануть пополам с деревенскими сплетнями. Там, где жавороковая рань, соловьями воспитые сумерки, снова память выводит за грань, где наивные чувства не умерли. Пусть слезинки падут в глаза, а в морщинках разнежется моглость. В книге жизни придется сказать, сколько книжного в жизнь перемолота сей затасканный домик непрост и от зарелых убродского осени. В юность лета Есенинский мост нам с тобой дожди перебросит. Спасибо. Толя, я тебе поздравляю с удивлением. Я тут вот тебе карандашиком набросал. О, так вы говорите. Ну, хорош, правда, хорош. Сейчас у нас есть Алина Афанасьева с творением коллега Чематерштамп. Готовится два догадания. Я начну. Я начну. Афанасьева Алина. Алина – это грех без лучей. Ее энергия гибучая. Ни рамок не вредила в нее. Она кто-то может и вредила. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лики серебряного века. И не только. Она была чайка. Давай его. Осип, как он лучше. Подойдите, пожалуйста. Я буду только. Она проечает, как Осипу Монташтаду. Судьбой Бога механиц. Увенчан жертвенный лицо. Все ж заливался он в плотцом, В веселом трепете оси. И пусть обманчиво просто, Его поэзия молит. Как старый тот тенгеновский брит. Она отточена островом. И мук червен на перу. Немного хлеба до воды. И апельего отбыли. И место на своем перу. Осип Монташтад Анатолий Чайкин. Неоплевичание. Такими привык. Только стихом. Виноградное мясо. Не освежило случайный зим. Что ж, поднимай. Удивлюдные брови. Ты горожай. И друг горожай. Вечные сны. Как обращусь кровью. Шевеливай. Из стакана в стакан. Но это Осип Монташтаду. А сейчас мое. Что будет в теме? Я скажу тебе с последней прямотой. Хорошо бишь там, где мы с тобой. Плещет дождь. Прохочет грустный гром. Но прекрасно даже под дождем. Море пенится. Бросает нам волну. Ты мне скажешь. Я тебя пойму. Ни к чему тебе. Любая злости в мир. Видишь. Горезон в твоем зале. Грусть идет. Развеется, как дым. Дождь бывает. Сильным мы не злым. От потопа спасся. Мудрый мой. Он жену. И много тварей ждал с тобой. Смелый. 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 Приглашаем с вами. Садимся. 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 Браво. Спасибо. 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 Печальные песни Цветаева, стихи Анатолий Тенке. А тут старо-нужный свет Видно струится в окно Медленно склонит на ней К жизни твоей полотно Скрипнет ли старая дверь В облеге дружи в судьбе Век ненасыпанный козвель Он позорил один век Магия дорожская тишь Вечно российская была Тает вверху не боишь В полу забытых мирах Скрипнет посты моя дверь Нет перемен в судьбе Век ненасыпанный козвель В их беспощадной церкви Нет ни угла, ни гроша Муж, Христов и дочь Как и становились душа Жизнь безпросветная ночь Скрипнет и лагует дверь Точку поставит в судьбе Век ненасыпанный козвель Был беспощаден к тебе Попушка правильный свет Видно струится в окно Медленно словно на ней Жизни твоей полотно Жизни твоей полотно Медленно словно на ней Переходим на нашу Молодшафа, все по-моему Все по-моему Давайте восклицать Друг другом восхищаться Высокопарных слов И надо опасаться Давайте дарить Друг другу комплименты Ведь это все дури Чистливые моменты Давайте дарить вас И плакать откровенно Вместе творить А то, по-моему, Не стоит предавать Значение злословию Поскольку грусть всегда Сосредствует с любовью Давайте понимать Друг друга спорить слово Чтобы живившись раз Не ошибиться снова Давайте жить во всем Друг другу Такая Тем более, что жизнь Хорошая Такая Аплодисменты Молодец 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 Неначин Cly — Замечет Поэти Попробобобобобобadas Поэти Поэти Попробобобобоба Неначин stere Я обожаю Ниночинку, на то есть несколько причин. Она у нас, тройная, красивая, к тому же приветствия она делала. Она фотограф и боец, у нее вообще тема нет. Аплодисменты. Еще в фейсбуке я познакомилась с его творчеством. Вот Илья Азаров, и она замечает, когда мы не имеем. Илья Азаров нет, но она замечает, радует нас своими стихами. А теперь еще и песнями, которые замечательные. Николай Басболков, парень Кораблина, вторую жизнь за стихом. Это ваше счастье. Я считаю, что это здорово. Вот, в мое... Ниночка, микрофон, микрофон. Одно из любимых стихотворений мне привиделось. Автор, поэт Анатолий Чайников. Мне привиделось гроздь, а высоком янтарных волна. Согвалить удалось мне пока у молодого вина. Протяните мне горст доброты, я отвечу в дальней. Испы нам не пришлось умирать на нелепой войне. Мне привиделся гвоздь от креста, где распяли креста. Мне всю ночь не спалось, словно снулись моя нечиста. Я винов поделюсь, радость встречи не пряча от вас. Будет светлая грусть и сиянье чистейшее глаз. Но вдруг ошибусь, и вкушу я завистника в дом. За него поморюсь, и не буду жалеть ни о чем. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательно, уважаемые. Здравствуйте, уважаемые. Ой, Инесса, видите, затормозил, затормозил. Юдина Инесса, прошу внимательно послушать. Ее стихи склиняют душу. Экскурсовод и поэтесса. Встречайте, Юдина Инесса. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, хорошие. Если на нашем празднике таланты похожие на легко парящую, свободно летящую птицу говорящую, не подумайте, что байка – это Анатолия Кичаева. Хочу прочесть распределение этого автора, которое называется «Друзья». Друзей случайных не бывает, их ссор доверием сияет. Не зря средь множества людей так нелегко найти друзей. От фразы «брошенные случайно» друг не таит обиды тайны. А коль окажешься убедит, протянет руку он тебе. В жестокой драке и в бою прикрут спину твою. Сгадание видится ясней. Нельзя на свете без друзей. Да будем мы хранимы с вами своими верными друзьями. Хочу попросить прочитать мне сейчас свое сочинение. Как бы тоже поддерживая эту тему, но немножечко в другой интерпретации. Я думаю, это больше похоже на вас. На вас тут. Был у лозы, у виноградной, знакомый, внешне так приятный. Он пел у лозы смешные песни, когда оказывались вместе. И к локе вместо зарядки вело ступени без оглядки. Как даже припекало солнце, певец в листве из колоконца. Такой, не очень-то и нужной, скворца с лозой казалась дружба. Полетело время, гроздь и спели. И, наконец, их птицы съели. Все ягодки скворцы скрывали. Чужую боль не замечали. От ветерка я столько чался, скворец летел. Не попрощался. А в глазы осталось чувство. И другами, и в доме пустом. И люди время так проводят. Не знают, с кем они, а дружбу водят. Природа нам совет дает. Друг настоящий не клюет. Спасибо. Мы с землякой познакомились недавно. В библиотеке, в полноте. Очень легкий игрок. Она где-то пряталась от нас. В библиотеке, в библиотеке. Нет. Таня, а иди в миграцию. Таня, а иди в миграцию. А, ну иди в миграцию. Витинская вина. Приготовиться к перемене, давайте дальше. Мира. Наша Ира образовала любимицей Крыма, она на спичках, у нее там какое-то сумасшедшее музыкальное образование, вот, поет замечательно, и сейчас я краток буду, Ирина, это чудо, ее божественные пения, меня приводит в изумление, Ирина Веденская. Спасибо, Толя. Я хочу спеть две песни, и первая из них называется «Мы будем жить долго», вот, я хочу пожелать тебе, Турочка, жить долго-долго, но в этой песне тоже, вот, речь идет не только, вот, призыв всем нам жить долго, но здесь речь идет именно о творчестве. Что все-таки самое главное в жизни человека это творчество, то, что действительно его делает богатым, то, что остается после него. И здесь есть замечательные строчки, музыка со стихами, а что же еще? Вот, это действительно, мне кажется, вот, всех нас держит по жизни именно музыка со стихами. Ну, а вы держите. Да, это песни у Алины Качановой, и она и о партах, и о поэтах. А «Поэт Марта» это те же поэты, это просто стихи раскидывают. Поющие поэты. Да, вот, раскидывают, так сказать, на музыку положенные. Ну, а нее нет. Субтитры подогнал «Симон»